привет я макс качанов и вначале хотела поблагодарить всех тех кто активно комментировал прошлое видео я в очередной раз благодаря этому убедился что аудитория на нашем канале прям самый топ и даже школьники чьи чувства я невольно задел ребята извиняюсь из-за этих комментариев я понял что нужно все таки как-то собрать наш видос из нашего новогоднего трипа по прибалтике это видео будет интересно тем кто либо редко путешествует на машине за границу либо ни разу вообще этого не делал поэтому я расскажу какие нужные документы на машину права там страховка и так далее какие есть нюансы по правилам дорожного движения что с парковкой ну и вообще пару слов про ту или иную страну общая протяженность трипа было около 3000 километров мы проехали через эстонию латвию литву были вдвоем с нами еще был пес как юридически все правильно сделать чтобы вывести за границу собаку я расскажу наверно в следующем видео там прям целая история в остальном все очень просто и так 30 декабря мы выдвинулись в сторону санкт-петербурга потусили там пару дней 31 сходили на щелкунчик и выдвинулись новогоднюю ночь уже в сторону границы куранты мы встретили под какой-то елкой в городе петергоф вместе с двумя профессионально пьющими ребятами и продолжили свой путь до границы границу мы пересекали в районе городов ивангород нарва прямо перед пограничным пунктом будет много заправок по обязательно заправьте полный бак потому что дальше дизель будет стоить примерно евро 20 за литр и вот в плане третьего мы уже на границе на пограничном пункте есть два коридора зеленый и красный просто запомните что зеленым вам пользоваться нужно только в том случае если вы едете не знаю там к другу на день рождения соседний город на пустой машине тогда у вас никаких проблем не будет скорее всего ни на выезд не на въезд но если у вас есть что-нибудь дороже чем какой-нибудь не знаю там iphone или ноутбук не дай бог машине а уж если вы блогеры у вас там есть какой-нибудь еще куча съемочного оборудования или какая-нибудь дорогая палатка на крыше ребята только красный коридор и обязательно все декларировать серийники стоимость все это нужно вписывать чтобы не было проблем на обратном пути особенно если вы будете въезжать в беларусь я слышал что тамошние таможенники довольно сильно свирепствует и бывали случаи когда люди вынуждены были таможить свою старую там бушную технику или даже те же самые палатки на крыше по тарифу был просто потому что они не были внесены в таможенную декларацию плюс к этому наше лучезарное правительство снизила пороги на стоимость товаров которые вы можете ввозить не платя пошлину с полутора тысяч евро до 500 и по весу там еще есть ограничение с 50 килограмм до 25 хотя с другой стороны личные вещи имеющие там какие-то признаки износы 5 10 декларировать вроде как не нужно но по факту то такая хрень что трактовать это дерьмо можно как угодно поэтому лучше все задекларировать и ехать спокойно что же касается европейской части то тут можно смело в принципе заезжать зеленый коридор им в общем то на все по барабану ну по крайней мере нами особо никто не интересовался на собаку взглянули никаких документов не спросили пожалуйста заезжайте теперь касательно самих документов чтобы вам пересечь границу нормально вам нужно иметь водительское удостоверение причем у меня она была старого образца такое аж квадратненькое но никаких вопросов к этому не возникло я вообще на самом деле даже не помню спрашивали или у меня это удостоверение где-то потому что обычно основной документ от загранник и стс к на машину кроме того обязательно нужно для посещения евросоюза иметь так называемую green card то есть страховка которая действует на территории шенгена ну и в том числе на территории белоруссии приобрести эту страховку можно прямо на трассе там есть пункты которые работают в том числе и круглосуточно но мы на всякий случай чтобы перестраховаться оформили ее заранее там 31 декабря в росгострахе на две недели цена у всех фиксированная по идее должна быть на нее и составляла по моему 2700 рублей причем страховку это считаете открытая то есть она действует на машину они на конкретного водителя поэтому если у вас несколько людей управляют автомобилем то ничего там переплачивать дополнительно не придется кроме того я слышал что хорошо бы иметь диагностическую карту к вашей основной российской страховки мол въезжать на территорию евросоюза вы можете только на машине которая официально прошла техосмотр им для этого нужен какой-то подтверждающий документ и в нашем случае то вот эта российская диагностическая карта такая мутная история но лучше все-таки и с собой иметь ничего в этом сложного нет на территории эстонии мы были уже в районе там четырех часов утра погодные условия были довольно непростые была сильная метель поэтому мы решили продолжить дорогу уже утром нашли заправочку и там переночевали по поводу заправок на наш вкус самая крутая заправка которая встречается во всей прибалтике это вот это вот circle вот с таким логотипом если вы путешествуете на тачке заправки это важно потому что там есть туалет потому что там есть быстрый вайфай потому что там вкусный кофе и потому что вот на этих заправках конкретно помимо обычных снеков там или выпечки какой-то есть как правило готовая еда которая очень высокого качества и которая реально вкусная ну то есть салатик супчик вот что-то такое Скоростные ограничения в Эстонии 50 км в час в населенных пунктах и 90 км в час на трассах. Причем штрафы начинаются после превышения уже на 1 км, поэтому едут все довольно аккуратно и довольно медленно. Ближе к середине дня добрались до Таллина. Центр прям абсолютно европейский, все вот эти пряничные домики, красота. ДЭФ мы запарковали недалеко от исторического центра. Весь город поделен на определенные зоны и каждой зоне соответствует своя цена. Парковку оплатили при помощи мобильного телефона, причем просто отправляли на русский номер. По поводу, кстати, парковки и всей этой информации касательно правил дорожного движения, каких-то нюансов и так далее, мы всю эту инфу брали на сайте autotraveler.ru. Ссылку на нее оставлю в описании, почитайте, там инфа очень хорошо структурирована, скорее всего, будет тоже полезно. Побродили по центру, заценили антураж вот этого новогоднего времени, зашли перекусить, а потом думали, может быть, запарковаться на другую парковку, где цена более гуманная, но оплатить ее при помощи мобильного телефона у нас уже не получилось. Не знаю, в чем там была проблема, а паркоматов рядом никаких для этой зоны почему-то не было. Немножечко психанули и решили продолжить движение, потому что изначально цель в Эстонии у нас была, это остров Саарима, и конкретно мы хотели посмотреть на маяк, который находится прямо на самой дальней оконечности острова. В итоге выехали из Сталина и запарковались там на очередной заправке. Кстати, по поводу ночевки на заправках. При въезде на каждую заправку будет висеть знак, который запрещает парковку дольше 30 минут, иногда 15 минут. Как это правило действует по факту, я на самом деле не знаю, потому что на тех заправках, где мы ночевали, такие знаки, как выяснилось позже, когда мы уже выезжали, тоже висели. Но мы их просто не заметили. К нам никто не подошел, никто нас не разбудил, никто не вызвал эвакуатор. В общем, вроде как знак запрещающий есть, но по факту, видимо, аккуратненько как-то ночевать можно. А может быть, такое отношение к туристам. В общем, если вы живете в Эстонии и знаете, какая на самом деле есть практика по этим знакам, пожалуйста, сообщите в комментариях. Чтобы добраться на остров, нужно пройти паромную переправу. Стоит она примерно 1200, насколько я помню, в один конец. Это билет на машину и плата за двоих человек. Паром идет 30 минут, и за эти полчаса можно вполне себе хорошо перекусить на этом пароме. Не обязательно сидеть в машине. Доехали в итоге через весь остров на этот маяк. Побродили там немного, хотя был жуткий ветер, но все это скандинавское очарование. Оно, конечно, дорогого стоит. И даже, казалось бы, этот маяк находится на самой дальней оконечности Эстонии. Но даже до него идет шикарная дорога. И вокруг все настолько чисто и классно, что кататься просто в такой среде – это чистое удовольствие. И если вы хотите просто помедитировать за рулем, наверное, я бы рекомендовал вам поехать в Эстонию в зимнее время года. Хотя, наверное, там и летом классно. После маяка мы решили все-таки переночевать в отельчике. А на следующее утро уже двинули в сторону Латвии. Как вы знаете, внутри Евросоюза нет никаких границ. И просто в какой-то момент появляется знак, что ты въезжаешь на территорию Латвии. И там, соответственно, свои правила дорожного движения и так далее. И вот это заметно прямо сразу. Напомню, в Эстонии штраф за нарушение скорости довольно серьезный. И он начинается сразу же после превышения на 1 км в час. А в Латвии, как в России, до 10 км в час – это предупреждение. А до 20 км в час – это либо предупреждение, либо штраф. Но существенно более низкий, чем в Эстонии. Поэтому дорожное движение здесь прямо как дома. Все начинают опять топить. И после того, как ты уже расслабился в Эстонии, это мальец напрягает. А когда мы заехали в Ригу, было полное ощущение, что мы уже где-то в России. Короче, я даже немножко расстроился, что наш вот этот евротрип на минималках закончился, по сути дела, похоже в Эстонии. Ну а Рига, так это вообще некий гибрид Москвы и Санкт-Петербурга, честно говоря. Зато в Риге самые приятные паркоматы, потому что они принимают карты, там все интуитивно понятно, никаких проблем с оплатой парковки нет. Также прогулялись по центру, посмотрели немножко город. На ночевку запарковались внутри какой-то дворовой арки. И на следующее утро уже продолжили путь в сторону Литвы. На этом же сайте по автопутешествиям я нашел информацию, что оказывается в Литве. Дороги некоторые являются платными для определенных категорий автомобилей. В том числе туда попадают автомобили так называемой категории N1. Куда относятся, внимание, пикапы и некие легкие фургоны. Я вот начал немножко париться, а не относится ли мой кузов к вот этой вот категории. Будь это пятидверный деф, никаких вопросов бы не возникло. А так, ну, хрен его знает. В итоге позже мне сказали, что не надо париться, потому что в СТСке на самом деле написано джип легковой, у меня джип легковой. Поэтому, в принципе, никаких проблем быть не должно. Сокоростные ограничения здесь такие же раздолбайские. То есть до 10 км в час предупреждение, до 20 км в час предупреждение, либо небольшой штраф. В Вильнюсе мы также остановились в отельчике, задержались там чуть дольше обычного. И также мы зашли в музей современного искусства, который открылся буквально пару месяцев назад. Он абсолютно фантастический, причем как внутри, так и снаружи. Если будете в Вильнюсе, искренне рекомендую заехать. Парковка в Вильнюсе также платная, и вот оплачивать ее на самом деле не очень удобно, потому что все паркоматы довольно древние, принимают только монеты. Мы же расплачивались в основном картой, и налички у нас было совсем немного, и в виде банкнот. То есть надо постоянно какой-то держать запас мелочи, чтобы где-то нормально запарковаться. Это не очень удобно. Вариант, при котором вы запаркуете где-нибудь в какой-нибудь арке, во дворе, прямо исключен, потому что на въезде в каждую арку стоит знак, который говорит о том, что даже там парковка платная. Цены на жилье во всех трех странах, я имею в виду отели, примерно одинаковые. Цены на еду также не отличаются. В целом, если бы мы жили не в Банановой республике, где однажды курс просто может вот так вот удвоиться, то при Балтике вообще очень бюджетно все. Но даже с таким курсом, в принципе, жить как бы можно. Можно нормально питаться, и можно останавливаться в личных местах. Топливо довольно дорогое, разумеется. Средняя цена за дизель примерно евро 20. За всю поездку, с учетом того, что мы заправили полный бак на границе, мы потратили где-то 90 евро в Евросоюзе, и еще где-то примерно 1000 на 2 рублей заправились на обратном пути в Беларусь. Кстати, по поводу прохождения границы. По совету местного жителя мы решили воспользоваться не основным погранпереходом, а тем, который находится чуть-чуть выше. Но даже там, на прохождении границы, у нас ушло 5 часов. Поэтому мой вам совет, обязательно имейте некий запас какой-нибудь там еды на то, чтобы просто перекусить. И обязательно, если вы едете с ноутбуком, накачайте себе каких-нибудь фильмов, потому что процесс может сильно затянуться, а вам нужно как-то все-таки проводить это время. Основная задача на эту поездку, как раз у нас ставилась, в том, чтобы на практике пересечь все эти границы, понять, как работают все эти погранпереходы, какие нужны документы и так далее. И в том числе нам было важно выяснить, как правильно пересекать границу с домашним животным, в нашем случае с собакой. Напомню, про это вам расскажу в отдельном видео. Все вроде получилось. Дэв капитальный красавчик. Мы дома, есть опыт. И есть в том числе это видео, которым хочу с вами поделиться. В заключение хочу пожелать вам, чтобы у вас также была возможность путешествовать, получать какие-то новые впечатления, новый опыт. Надеюсь, это видео было для вас полезно. С вами был Макс Качанов. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok